всем привет the brush 2020 и как обещал для армии man сейчас вот сделать надо танк хотел переделать с того танка но это не серьезно и можно конечно было сделать и в блендер но вот хочется забрать посмотреть как это все дело здесь пойдет результат какой получится танк будем делать в стиле шермана все-таки американская армия воевала на них и с чего начнем сначала я отключу вот эти все причиндалы так это тумбалт и у ткан вью боковые вот эти части так теперь заходим открываем вот так эту штуку наверное начнем так ну давайте с цилиндра вытягиваем вот этот цилиндр edit make polymesh также включим флор чтобы видно было что да как и его нужно будет перевернуть вот таким вот образом вот этот цилиндр в принципе уже подходит для шерман для шермана вот так его вытягиваем и где-то вот таким вот образом делаем пошире смотрим что да как теперь обрезаем control shift левая кнопка мыши и trim track вот где-то в таком духе вот это уже начало для шермана так теперь используем эту же цилиндр так выбираем находим append находим этот цилиндр на него переключаемся поднимаем его к верху немножко уменьшаем и вот так еще где-то так все вроде нормально и тут тоже обрежем вот в таком духе теперь добавим именно квадрат так вот такая заготовка получилась давайте добавим 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 ну что то вроде давайте куб переключимся на куб и его уплотним вот таким вот образом сделаем поменьше поднимем повыше смотрим что да как и немножко вот так уменьшим так и вот так чуть-чуть поднимем есть такое дело ну а теперь поработаем сверху здесь выбираем именно этой кисточку trim rect вот так режем alt и вот так вот режем теперь режем где-то пробелом можно подводить вот так и alt режем вот так вот так вот так в таком духе получается делаем диометрии делаем модифика под мира and well вот такая штукенция так это значит ctrl z ctrl z так пусть пока повисит вот в таком духе так флор можно пока выключить и добавим 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 наверное ну опять же вот этот цилиндр переключимся на него его перекрутим уменьшим плюс ним и вот так вот поменьше выведем на правую сторону вперед вот где-то вот так и немножко сделаем пошире вот такая штука ну теперь нужна нижняя часть нижнюю часть будем делать давайте опять с этого цилиндра вот с этого делаем ему дубликат делаем скайл его увеличиваем и вот так вытягиваем делаем его поменьше вот сюда вот так подводим и опускаем так повыше теперь поднимаем выводим вот сюда и вот так расширяем ставим ctrl shift вот эту резку и вот так его обрезаем немножко нужно сплюснуть вот что-то в таком духе получается и вот сюда его уводим делаем геометри делаем мир and well вот этой чашки делаем тоже геометри мира and well ну и shift так control левая кнопка мыши ставим назад вот так ну уже прикольно следом нужно добавить здесь вот именно дуги дуги добавим опять вот с этого цилиндра делаем up and добавляем опять же этот цилиндр переключаемся and клавиша на него теперь все это дело перекручиваем вот так уменьшаем выводим его вперед чтоб видеть делаем его сплюснутым вот так ну а теперь расширяем тоже опускаем его пониже и еще немножко расширяем теперь уводим вот так смотрим что получается одну часть сюда на правую сторону на левую ставим такая штукенция окно и немножко наверное то в принципе нормально и берем его теперь немножко плюс ним приподнимем кверху shift левая кнопка мыши выводим выравниваем и ctrl shift все делает обрезаем где-то вот так вот что-то в этом духе так ребра еще приподнимем и немножко вытянем вот так делаем дубликат гигометрии мира nfl вот такой шерман получается так вот такая часть вроде все нормально ну а теперь добавим пушку пушку будем добавлять вот с другого цилиндра теперь открываем заходим и не целаясь и делаем отверстие вот так вот жмем make polymesh переключаемся на наш танк смотрим делаем нажимаем sub tool и находим append и находим нашу вот эту заготовку н клавиша переключаемся на нашу заготовку перекручиваем ее делаем с мысли не с а уменьшаем сказал еще немножко уменьшаем и вот с помощью трансплоза и уменьшаем ствол у шермана был маленький вот пусть таким и будет вот так вот вот сюда его подставляем и нужно вот эту часть сделать именно переднюю делать ее можно так давайте опять цилинга append находим вот этот цилиндр и переключаемся на него поднимаем кверху чтоб видеть перекручиваем делаем ему с выводим вперед еще его уменьшаем skyл и поднимаем кверху вот таким вот образом и чуть-чуть выводим вперед штука получилась ну а эту часть можно обрезать вот так башню наверное сделать еще поменьше давайте найдем башню n вот это первая башня и сделаем ее чуть-чуть поменьше и чуть-чуть повыше и чуть-чуть вот так вот дуть ей вот так вот корректируем ствол на нее так наведем смотрим вроде все нормально ну и пушку находим ствол и поднимаем тоже повыше так на нижнюю часть нижнюю часть тут можно добавить тоже цилиндр находим находим так ну давайте вот опять же цилиндр на него переключаемся делаем ему с и поднимаем выше опять же с и чуть-чуть повыше так ну и сплю с ним смотрим как он выглядит принципе нормально вот так вот ставим вот эту часть и и уменьшаем ее чуть-чуть поменьше делаем вот так лучше будет смотреться наверх так ну это есть шерман почти готов теперь нужно добавить вот сюда вот ребра сюда вот два ребра делаем аппенд добавляем куб выбираем n находим куб и вытаскиваем его вот сюда вот так теперь его сплю с ним сюда вот так вот так вот так вот пусть остается тут уменьшаем и нужно его немножко обрезать только уже не этой кисточкой от рим курку и сделать ему мира вот такая штука и сплю снуть и без этого находим теперь все софту вы включаем через shift левая кнопка мыши вытягиваем его вперед и вбок подгадываем находим устанавливаем так где то вот таким вот образом control левая кнопка мыши дублируем или делаем мир и твой опять же геометрии мира вот так вот все получилось вот эту часть эту часть нужно сделать более ровной что ли так находим и находим курс таким вот образом и немножко обрезаем ровно ну вот теперь более похож на шермана задняя часть я не знаю как у него в принципе вот вот такая ступенька да теперь выбираем append выбираем куб n переключаемся на куб и сделаем крылья так уплотняем вниз опускаем чтоб видеть толщину сильно тонкую делать не надо ну и вот так вот уводим подставляем где то вот сюда и расширяем так немножко еще уплотняем мы обрежем где то вот так наверное и и немножко опускаем вниз g n находим и находим катки вот они так снимаем маску control левая кнопка мыши и move вниз вот так чуть чуть так теперь выбираем вот эти обрезки наши одну обрезку маскируем а другую растягиваем вот так вот о снимаем маску так немножко еще поднимаем и делаем геометрии модифитов положим мира вот так вот модификации разные у шерманов так теперь вот эту часть вот эту часть лицевую делаем n находим передок вот этот маскируем и немножко его вот так приподнимаем чуть чуть уводим вперед так нормально а вот эту часть так чуть чуть назад вот эту часть немножко нужно срезать вот так вот и немножко растянуть и увести ее так вот назад ну вот уже что-то вот 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 теперь на башню давайте добавим куб добавим добавить куб n опять же выбираем куб куб делаем его плюснутым чуть-чуть потолще вот так так режем вот эту часть режем вот тут где-то вот на эту часть режем где-то вот таким вот образом и делаем геометри мира and well так теперь немножко и поднимаем делаем потолще и вот так немножко наискось для целла вот таким вот образом и подаем вперед вот так выбираем теперь башню на у нас вот она и немножко надо башню тоже ну подровнять что ли вот так теперь добавляем люк это будет у нас добавляем так обычный цилиндр цилиндр переключаемся на цилиндр поднимаем кверху и уменьшаем с так уводим его вот на этот блок и где-то вот сюда вот так ну и с ним не без этого так сначала наверное еще вычитанием поработать надо будет сделать пустоту это может быть в другом ролике в этом не успею наверное так вот у нас есть люк здесь тоже нужно добавить два люка ну чтобы их добавить нужно сначала вот это все дело ну в принципе вычесть надо и объединить не давайте сейчас займемся именно уже этими реками так вот эту часть тоже это у нас нижние вот это по-моему это вот эту часть тоже можно немножко обрезать вот так выбираем теперь n вот эти части их тоже можно обрезать таким вот теперь нужно выбрать вот эти колеса задние маскируем а эти подводим чуть-чуть вперед они на пол вот этих на пол части именно вылазит с этого корпуса вот делаем ctrl i и подгоняем теперь вот эти части смотрим как они сзади сели вот снимаем маску и делаем всему этому мира это nql вот теперь нормально ну а теперь нужно конечно добавить теки так как их будем добавлять найдем опять же append найдем куб переключимся n на куб здесь уплотняем потоньше делаем сразу потому что сейчас будем обрезку делать и вытягиваем его вот так вот здесь ему нужно сделать уже дайна мэш потому что резать нужно ровненько дайна мэш смотрим сетку сетка нормальная ну а теперь берем кисточку вот эту первую клик и нужно его где-то вот вот так обрезать так почему так плохо обрезалась ctrl z ctrl z ctrl ну в принципе нормально да так теперь ctrl z и вот эти части нужно тоже пообрезать только теперь trimrack вот эту часть обрежем вот так возьмем опять эту кисточку и попробуем закруглить все это дело правильно где-то вот так наверное и вот эту часть так опять ctrl z нужно trim циркл даем циркл немножко скосить побольше вот так и вот так вот где-то теперь берем shift graph size побольше и попробуем все это дело немножко выгладить чтобы мягкие формы придать вот этой штукенции так ну что-то вот в таком духе ну а теперь мофт apology выбираем и немножко подкорректируем мофт apology draft size побольше немножко подправим немножко подправим вот так сделаем помягче ну уже прикольно так ну а теперь расширим теперь расширим вот таким вот образом и немножко порежем чтобы они были ровные так так ну и так вот теперь они четкие делаем дайномеш всему этому делу смотрим поле f чтобы одна поле группа была ctrl w ну и нанесем теперь треки треки будем наносить специфично сначала замаскируем вот эту часть одну вот так так ctrl z обрезал маскируем делаем ctrl i ctrl w делаем на две полигруппы заходим теперь строк и делаем функцию frame mesh появилась курва теперь заходим находим наши треки так треки у нас вот они и прикасаемся на курву смотрим что то как маловато прибавим еще раз многовато но красиво но не сходятся надо чтобы они сошлись так вот таким вот образом что у нас подняли так ctrl z ctrl z нет тогда уменьшим их чуть-чуть выберем выберем опять деки уменьшим чуть побольше текст ctrl z ну в принципе пойдет корректируем и делить кулу так вот эту теперь нужно отсоединить split, go split, ok Так, вот эти трики нужно объединить, так, Moft Apology, делаем всему этому Dynamesh, объединяем, чтобы это одна и та же штука была, так, побольше Draw Size, чтобы они не развалились, Ctrl W, и вот теперь можно их немножко подправить. Так... 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 Продолжение следует... 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 Чтобы лицевая была нормальная, давайте его теперь перекрутим, вот так вот, сделаем пошире, вот так вот. Итак, вот такая штукинция. И отверталим с помощью mirror and well. Давайте попробуем по Y. Нет. Control Z. Давайте тогда по Z. Вот теперь треки четкие. Поправляем их вперед. Вот сюда вот так. Здесь еще звездочка будет, но вот эту часть перекрывать тоже не надо. И делаем mirror and well. По X. Вот так. Ну а теперь вот эти болванки чуть подкорректируем и будет нормально выглядеть. Итак, теперь корректируем вот эти штукенции. Мира по X. Мира по X. И вот так вот. Вот уже классно. Так. Выбираем теперь N треки. Этот можно замаскировать. Этот можно замаскировать. А этот можно увести аж вот сюда вот так. И теперь немножко корректировки. N вот эти болванки уводим. Сейчас сохранится. Болванки уводим чуть-чуть вперед. Затем N. Как это у нас. Вот эти штуки уводим вперед. Делаем потоньше. Вот так вот. Теперь N выбираем корпус. Вот этот. Его еще уплотняем. делаем меньше. Так. Вот сюда аж выводим. N делаем теперь треком геометрии. мира N12. Кругляшкам делаем тоже. мира N12. Вот так. Ну и вот этой крылу. Вот это крыло. Делаем N. Находим его. И тоже мира N12. вот что-то в этом духе. Вот что-то в этом духе. Н выбираем. Как где-то. Круг. Вот так. Или давайте его сплюсим. И поднимем чуть-чуть повыше. И уведем чуть-чуть вперед. Вот. Где-то вот так вот. Даже еще поближе. поближе. Вот так. Теперь займемся N башней. Попробуем ее растянуть. Попробуем ее растянуть. Вот так вот. Ну а теперь N пушка. Вот эта часть. Вот такая штука. Тут у него еще оказывается люк у Шермана. Здесь вверху решетка. Ну давайте решетку будем добавлять. Давайте. Append. Добавляем. Теперь. Давайте кубы. N переключаемся на куб. Ну опять же. Здесь уже можно его вывести. Ctrl Z уменьшить. И сплюснуть. Так. Это вот первый куб. Еще S. Чуть-чуть вытянутый. Он идет вот сюда. Вот так вот. Вот так вот. Так. Обрезаем его. помощью мог транспоза он здесь впереди control левая мыши вот еще один тут он теперь чуть-чуть вот так становится вот таким вот образом и у так как control z меняем на им и обрезаем чуть-чуть с кожаной заднюю решетку тоже добавляем добавляем куб поднимаем с плюс ним уменьшим перекрутим вот так вот так control z делаем плюс муки чуть побольше вот так и перекручиваем ставим его вот таким вот образом как решетку так ну принцип понятен да не буду затягивать ролик я тебе на ускоренном покажу как эти треки я делаю вставляю все всем пока до свидания смотрите на ускоренном варианте добавление вот этих нижних треков вы уже поймете наверно как я их делаю делаю всем пока ну там и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok